С днём рождения С днём ангела, дорогие именинники! Вместе с христианством наш народ получил и письменность, и грамотность, и был вписан в контекст мировой истории. По словам Блока, от тех пор нам стало внятно всё – и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Малоизвестный народ, занимающий обширные территории, вдруг в мгновение ока с принятием христианства вышел на мировую арену. Дочки Ярослава Мудрого разошлись в качестве жён и королев по лучшим дворам тогдашней Европы. Одним словом, христианство вывело нас из тьмы на свет во всех отношениях – и в духовном, и в нравственном, и в политическом. Сегодня мы празднуем память святого человека, имя которого – Нестор. Само имя это пришло к нам из истории Троянской войны. Так звали одного из её героев, а сам Нестор – я имею в виду святого преподобного Нестора Литописца. Его память сегодня празднуется. Так вот, он именно потрудился также для того, чтобы дать нам целостное и глубокое мировоззрение, дать нам понимание не только сиюминутного момента, но также и ощущение всех прошедших веков, и ощущение себя частицей большого целого. Святой Нестор написал множество духовных книг. Вообще он был книжником приизящным. И по хвалу книгам написал такой великой. Говорил, что книга есть узда воздержания, реки мудрости, услаждение сердца человеческого в печалях, что польза от них величайшая. Родился он в 50-х годах XI века в Киеве, пришёл в лавру преподобного Феодосия, был очевидцем обретения его нетленных мощей, описал начало Киево-Печерского монастыря, житие Антония, все события, связанные с построением Успенского храма и прочее. И самое главное, написал большой летописный свод, откуда есть пошла русская земля или повесть временных лет. Мировоззрение тогдашних людей отличалось целостностью. Оно было лишено фрагментарности, кусочности. Люди хотели думать о мире, начиная от самого начала. И вот Нестор, приступив к написанию истории своей земли, начал своё повествование от сотворения мира. Он говорил о Ное и о потопе, о расселении сыновей Ноя по лицу земному, о рождении от них больших и многочисленных народов. И в эту большую пёструю ткань мировой истории Нестор потом в определённый момент вписывает и нас с вами, и наших предков. Именно из его летописи мы узнаём о выборе веры, о вопросе, который стоял перед духовным взором Владимира. И ранее того узнаём о его благочестивой бабушке Ольге. Узнаём о первых воспоминаниях о русичах в греческих аналах, а именно о воспоминаниях патриарха Фотия. Узнаём о крещении Руси, о первых епископах. Одним словом, все те важнейшие звенья исторического сознания, которые спаиваются в одну золотую цепь. Это всё подарил нам Нестор. Сегодня мощи преподобного Нестора Литописца почивают нетленные в ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры. И сия Святая Лавра скрывает его, как одно из многочисленных сокровищ, наряду с прочими святыми отцами в темноте пещерной. В сегодняшний день так и хочется сказать, любите книгу. Не выбрасывайте книгу, не забывайте книгу. Не меняйте книгу на пустую болтовню и на хождение по интернету, по его бесчисленным коридорам, зачастую пустым или даже вредным. Книга – это друг, книга – это маяк, книга – это помощь. Кроме носящих имя Нестор, мы сегодня рады поздравить Днём Ангела, а также Капитолину. С праздником! С Днём Ангела, дорогие мненники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Капитолина. 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 Капитолина.